Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами, с директором муниципального учреждения дополнительного образования «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа Люберцы». Это Ирина Юрьевна Рулёва, почётный работник общего образования Российской Федерации. Здравствуйте, Ирина Юрьевна! Здравствуйте! Вот название фантастически длинное, глобальное. Тут вам и социалка любимая, и трудовая адаптация, о которой сейчас все говорят. Ну и, конечно же, профориентация, о которой, в общем-то, говорили во все времена. И я ещё помню, у нас были занятия по профориентации, были такие автобусы и карусы, если вы помните. И вот у меня была профориентация, я делал для них разводку эту электрическую. Вот у меня сохранилось. Автобусов, правда, уже в Москве и в Московской области нет, но ещё где-то, наверное, можно найти. Может быть, там случайно где-то и мой проводок сохранился. Но мы поговорим сегодня с Ириной Юрьевной, конечно же, о работе Центра. Хотя мы понимаем прекрасно, что название – это одно, а то, что люди вкладывают душу, сердце – другое. Чем жил Центр в прошлом, в 22-м году? Каковы итоги? Я начну немножечко с истории. Давайте. У каждого учреждения есть своя история. Да, нам надо понимать. Если вы правильно рассказали про свою историю, она ложится как раз в тему нашего учреждения, потому что наше учреждение, ему уже 36 лет, и это раньше называлось УПК – учебно-производственный комплекс. Я ведь не мог вспомнить. Да, где мы все учились когда-то в школе в 10-11 классе и получали профессию. И это было здорово, потому что какие-то навыки приобретались, и это было по-взрослому. То есть сначала мы назывались УПК, потом на базе этого УПК стали Центром адаптации подростков, а потом нас по новому закону об образовании, мы стали учреждением дополнительного образования и стали заниматься уже более широко. То есть статус увеличился? У нас увеличилось, да, больше программ стало и больше направлений. У нас больше стало возможностей. Но всё, что делали раньше, мы это сохранили, и это осталось нашей традицией, это крепко в нашем районе прижилось. Работают. Наверное, да, да. Мы единственные, наверное, в Московской области это сохранили, потому что у нас это отлично прижилось и работает. Поэтому этот год у нас по-прежнему... Тот? Да, тот год у нас по-прежнему несколько направлений в работе. Это наше профессиональное обучение, это дети, которые учатся на профессии. Это очень сложный вопрос, потому что он связан с профориентацией. И сейчас обучение идёт с присвоением квалификации. И это в рамках проекта, который работает в Московской области, путёвка в жизнь школьникам Подмосковья. Ребята восьмого класса в течение трёх лет получают профессию. У нас таких детей 365 человек. Они получают профессию, получают квалификацию и потом могут совершенно свободно работать по этой профессии. Или она может быть для них таким, ну, маленькой помощью, когда человек учится в институте, и при этом сам может зарабатывать и оплачивать своё обучение. Ну да, это очень хорошее такое. Тем более это современно всё. Да, да. И наших детей с удовольствием берут на эту работу. И всё это получают они достаточно серьёзный документ на уровне, который заносится в регистрационный федеральный реестр. Хорошо. Вот мы поговорим сейчас о том, какие документы, как это всё работает. Но возвращаясь вообще к необходимости этого, ну, не знаю, направления, наверное, деятельности. Почему? Потому что спросишь у четырёхлассника, кем он хочет быть, он наверняка скажет. А вот когда ты спрашиваешь у девятиклассника, у десятиклассника, а я, говорит, не знаю, потому что разбегается всё. Ну, понятно, что все хотят IT-технологии сейчас, всем хочется, ну, как, значит, больше заработать меньшими, так сказать, трудовыми вложениями и так далее. И здесь очень важный момент, что ваш центр, я так понимаю, предлагает, а ты попробуй, не обязательно тебе, я не знаю, там, у станка стоять, или, вот опять возвращаясь к нашим временам, я помню, все хотели попасть водителем, ну, чтобы права получить. Девчонки, значит, там повара были, ещё что-то, кто-то слесарная работа и так далее. Но ведь это же для жизни тоже необходимо, потому что, если, конечно, совпадёт, что ты выберешь в центре направление, и потом разовьёшь его в высокую, профессиональную свою жизнь дальнейшую, либо просто для твоей дальнейшей жизни это полезно. Я так понимаю, что вы это тоже рассматриваете, как такой рывок к этому. Конечно, любые навыки, которые ребёнок приобретает в течение обучения до выполнительного образования или школы, это всё копилка. Это называется его копилка, которой потом он пользуется в течение своей жизни. Конечно, вождение – это очень актуально. У нас до сих пор сохранилось. Мы учим детей наших 16-летних на вождение. Ну да, это очень востребовано. Это очень востребовано. На кого ещё учите? Мы учим на прихмахеров. Очень замечательно. Да, официанты. У нас есть младший персонал медсестры, тоже по уходу за больными. Кстати, на настоящее... Да, это умение, да, очень важная помощь. И с этого можно стартовать и до главврача дойти. Да, у нас преподает как раз преподаватель из медколледжа, и дети потом с удовольствием поступают. Да, они идут как бы целенаправленно. По протекции, можно сказать, своеобразной. Они там просто свои люди, они очень много знают, наверное, больше, чем другие. У нас есть помощник воспитателя. То есть достаточный спектр, который можно выбрать. И эти навыки, они просто потом пригодятся в жизни. Но вот эта вот ранняя профориентация, о которой вы говорите, сейчас она становится ещё более ранней. Потому что раньше это был 10-11 класс, а сейчас это уже начинает работать с детского сада. То есть ребёнок не просто видит машину и водитель. Он должен понимать, да, с каждым разом набирать знания, что делает этот водитель, какими знаниями он должен обладать, что для этого надо, куда пойти учиться, и как это востребовано. Вот это вот как бы траектория, которая необходима. Но сейчас и на государственном уровне занимаются ранние профориентации. Существует вот проект, федеральный проект, который называется «Билет в будущее». О нём очень много сейчас говорят. И мы являемся, наш округ является тоже участником этого проекта. Мы уже третий год участвуем. Конечно, под руководством нашего управления образованием. Это всё происходит. Мы являемся кураторами этого проекта. Значит, в этом году у нас 2200 человек участвовали. Это дети 6 по 11 класс. Это очень интересная вообще программа. Большое подспорье как раз для того, чтобы определиться в жизни. Спектр профессий сейчас огромен. А понять, кто ты, что ты и что ты хочешь, очень трудно. Может быть, даже многое хочется попробовать. Конечно. Методом проб, конечно. Кто ты есть, на что ты годен. Но вот этот проект, он построен так, что он даёт возможность детям протестироваться. Первый этап – это уроки, профилитенционные уроки. Второй этап – это тестирование. Третий – это пробы. Они могут быть и в нашем учреждении, в учреждениях среднепрофессионального образования. То есть где ребёнок может посмотреть, как это работает, как эта профессия, из чего она состоит, какими нужно обладать качествами характера, навыками, и где этому учат. Ну да. И уже выбирает дальше направление. И после вот этого всего, пройденного нескольких этапов, ребёнок получает рекомендации, что ему надо сделать, где он должен найти информацию, и как он должен дальше действовать. Это помогает и ребёнку, и родителям. Это очень хороший проект, и мы вот в этом участвуем. Ну, вот тут ещё такой вопрос. Сейчас поговаривают о том, на самом высоком уровне, тема эта звучит, что время так стремительно меняется. То есть мы десятилетние, это не те десятилетние, которые сейчас, а уж там 14 лет, 16 лет, это уже такие взрослые люди по нынешним временам. И вот разрабатываются всякие варианты, предложения, чтобы всё-таки ребята как-то могли уже зарабатывать себе на жизнь. Ну, грубо говоря, когда 12, 13, 14 лет, в принципе, ребёнок уже окрепнувший и может приносить, а не только пользу, ну, я не знаю, разносить что-то и так далее. Тем более волонтёрское движение у нас было, которое не оплачивалось, тем не менее от малого до великого люди участвовали. И вот идут разговоры о том, что если правильно поставить на правильные рельсы и найти те профессии, те направления, те трудовые навыки, которые нормально будут помогать ребёнку войти вот в этот социальный лифт гораздо раньше, чем это, например, прописано сегодня, и не только, так скажем, деньги, может быть, даже не в семью приносить, а просто себе зарабатывать тоже на какие-то его хотелки, что называется. Вот я так понимаю, что для вас это тоже такой важный вектор. Да, это мы тоже тут в помощь этому ребёнку, потому что с 14 лет ребёнок сейчас может уже пойти работать. Его время, правда, будет немножко меньше рабочий день составлять, но тем не менее он сможет заработать. Вот в период летних каникул дети обязательно, вот мы делаем летнюю бригаду трудовую, у нас дети работают, они имеют возможность заработать себе деньги, они могут через центр занятости пойти и найти себе какую-то работу, их с удовольствием возьмут. Но дети, которые у нас учатся, вот, например, официанты, их с удовольствием берут в какие-то летние кафе, их с удовольствием могут использовать для того, чтобы они подработали. Но они уже с навыками, это гораздо легче. И они как-то уже чувствуют себя. И они чувствуют себя более уверенно, конечно. То другой уже уровень. Да, конечно. Поэтому это очень хорошо. Когда-то пройдёт время, они скажут, я с 14 лет работаю. Да, возможно, расскажут своим детям, как они рано работали. Мы во второй части поговорим, как идёт работа центра, кто туда приходит, как туда можно попасть и так далее. Но заканчивая первую часть, я хотел бы ещё поднять вопрос, а насколько родители заинтересованы в таком центре? Потому что они же занимаются своими делами. И, кстати, вспоминая даже нас с вами по молодости, иногда, значит, папа считает, ты должен быть тем-то, мама своё, бабушка с дедушкой тоже, в зависимости от того, кто больше влияния в семье имеет, а ребёнок хочет чего-то совсем третье. Это же тоже такой важный психологический момент. Ребёнок скажет, я хочу пойти официантом. Какое? Ты что? Как? Что-то папа с мамой думают, что если ребёнок на официанта, это же не значит, что он будет официантом работать. Вот этот психологический момент, родительский, как вы? Это действительно такие случаи, которые вы говорите. Мы работаем с родителями, объясняем им и приходим к какому-то пониманию, потому что это очень важно, чтобы родители поддерживали своего ребёнка. Часто он сам выбирает, часто родители приводит. И ещё бывает, что они очень часто ходят друг с другом за компанию. Пошёл один и привёл ещё пятерых, потому что ему там понравилось. Поэтому это такой тройственный союз, в общем-то, между ребёнком, учителем и родителем. Надо, чтобы, наверное, всё-таки, чтобы ребёнок задержался, чтобы ему было интересно, нужна помощь семьи. Потому что родители должны жить интересами детей. Это очень часто. Это сплачивает семью, это повышает интерес ребёнка. Ну, пусть попробуют, да. Пусть он пробует. Конечно. Конечно. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу на этой приятной ноте семейной. И во второй части уже поговорим, как, скажем, документально-технологически работает эта структура. Такое слово тут мы подберём. У нас в гостях Ирина Юрьевна Рулёва, почётный работник общего образования Российской Федерации. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях почётный работник общего образования Российской Федерации Ирина Юрьевна Рулёва. И она является директором муниципального учреждения дополнительного образования, которое называется Центр социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа Люберцы. Вот теперь давайте поговорим. А как в центр-то попасть? Любой может попасть? Или какие-то документы нужны? Конечно. Любой может записаться через МОЗ РЕК, как обычно, во все кружки. У нас же ведь не только профессиональное обучение, у нас также есть общие образовательные, общеразвивающие программы. У нас есть по сертификату программа по ФДО, бюджетные. Всё это одинаково сейчас записывается. Это единый режим. Поэтому каждое, это очень доступно для каждого. То есть, что надо записаться, просто фамилиями ребёнка, какие-то осправки нужны? Данные, конечно. Всё-всё как? Да. Это обычный набор, как везде. Хорошо. А вы где-то рассказываете об этом? То есть, стоит ли к вам очередь? Вот так вопрос звучит. Ну, я думаю, что на какие-то моменты более такие актуальные стоит. Но мы стараемся вот те программы варьировать и делать. Ведь у нас вот на сегодняшний день 136 программ. Ох ты, боже мой. 136 программ, по которым работает наш центр. 5780 человек. Поэтому разнообразие большое. И я думаю, для родителей есть выбор и заинтересованность детей, и попробовать себя. А как это вот все 136 направлений? Это программ столько. Столько программ. То есть, программы, которые где-то пересекаются? Такие программы, да. У нас столько программ. Потому что мы же работаем. Ну и там несколько ступеней, наверное, ещё в этих программах? Конечно, конечно. Эти программы у нас, вот те, которые по ФДО, они у нас ознакомительные. ФДО – это персонифицированные. А слово персонификация. Персонифицированный учёт. Они получают такие обзорные свои, обзорные знания. Есть стартовые программы, базовые и продвинутые. Всё точно так же одинаково. То есть, ребёнок может идти вот своей линией, повышая свои навыки и знания. Да, и потом определяться уже с профессией. Но это платно или бесплатно? Нет, у нас бесплатная, у нас бюджетная организация. И вот по сертификату. Ну тогда вообще всё замечательно. Ну, конечно. Я думаю, что надо родителям пользоваться этим. Надо пользоваться этим. Тем более, больше пяти тысяч. Это уже звучит. Ну, в принципе, это и есть реклама. Ну, да. Потому что город наш растёт. Люди проголосовали ногами, в хорошем смысле этого слова. Город наш растёт. Какой прирост? Вот как вы же проводите вся эта кампания каждый год? Когда, кстати, лучше приходить? Летом, зимой? У нас начинается в одно и то же время запись. Начинается 17 апреля, открывается запись. И уже всё вот это время до сентября идёт запись. Осень, 1 сентября. Мы так же начинаем, как в школе, свою работу. А могут ребята, например, или родители до того, как записаться, прийти, посмотреть, что-то какие-то в дни открытых дверей делаете? Конечно. Весной мы перед этим обязательно проводим день открытых дверей. Мы рекламируем свою организацию. У нас стоят какие-то стенды рекламные в МФЦ. Мы выступаем на дне города. Насколько это дополнительное образование помогает? Вы уже коснулись немножко ребятам при поступлении, например, в высшее учебное заведение? Какая-то бумага даётся? Да, дети, которые в профессиональное обучение, они получают своё свидетельство. Это официальный документ. Они могут его положить в свою портфолио. Это будет дополнительный бонус. Да. Это, конечно, было. Оно работает? Были какие-то у вас отзывы? У нас ведь направление большей частью техническое. У нас ведь есть судомоделирование, авиамоделирование, ракетостроение. Поэтому каждый год у нас обязательно какой-то из детей поступает, какой-то ребёнок обязательно идёт в авиационный институт. То есть дети совершенно серьёзно, целенаправленно занимаются. И вот от самого шестого класса потом до одиннадцатого и приходят к выводу, что они пойдут учиться дальше. Ну и как раз у них уже есть волна. У них очень хороший опыт. Сразу дополнительный такой бонус висит в воздухе. Хорошо. Немножко о преподавательском составе тоже поговорим, потому что это важный момент. Программ можно написать много. И они могут быть на бумаге прекрасными. Родители с удовольствием на это откликнутся. А всё равно всё с наставником. Тем более мы находимся год педагога и наставника у нас. Это ваш год. Это очень важно, да. Вот как вы ищете этих педагогов, потому что это мало того, что он должен быть профессионалом в своей сфере, он должен быть воспитателем, и он должен быть педагогом. Не каждый профессионал может быть педагогом. То есть если мы возьмём, например, парикмахера-стилиста, не каждый может захочет со своими тайнами делиться. Или у него нет дара, вот ты лучше там смотри, как я делаю, и всё. А тут же надо научить. Это совсем другой подход. Вот где вы их ищете, как вы с ними ведёте работу, с педагогами? Ну, в дополнительном образовании такие педагоги – это, конечно, штучный товар, потому что есть определённая специфика вот этих умений и знаний своих профессиональных. Плюс по новому стандарту педагогов дополнительного образования они должны получить педагогическое образование. Не все наши преподаватели, все прошли переподготовку. Не все имеют педагогическое образование. И прихмахеры, и инструкторы по вождению все прошли переподготовку. Это очень важно. Поэтому они уже умеют с точки зрения педагогики это всё донести ребёнку. Потом у нас такие педагоги, есть корифеи, которые умеют передавать наставнический опыт. Тут начинает работать молодым приходящим. У нас очень много молодёжи. У нас есть достаточно уже количество наших учеников, которые когда-то у нас учились и пришли педагогами к нам работать. И это уже прослеживается какая-то такая традиция и связь такая очень хорошая, которая знает все наши наработки, знает, как мы работаем. То есть это уже связь поколений достаточно серьёзная. И потом всё-таки ребёнок, когда занимается, ему надо обязательно где-то выход своих знаний проявлять. А иначе это всё бессмысленно. Он должен везде участвовать. Он должен показывать свою работу не только мамам, не только на выставке внутри нашего учреждения, но и выходить. И у нас вот такие есть педагоги, которые не просто преподают, не просто замечательные педагоги. Они ещё и сами такие любители, наверное, конкурсных движений. Они сами участвуют в конкурсе. И поэтому наши дети участвуют. У нас есть много хороших побед на международном уровне. У нас Лобиков, Павел Геннадьевич, замечательный сам мастер спорта. Двух мастеров спорта у нас, два мастера спорта мальчика получили. Они занимают первое место по Московской области команда наших судомоделистов. Они заняли в прошлом году первое место по России. То есть это очень серьёзный уровень. Да, серьёзный. Он сам заинтересован и учит своих достаточно детей. Я так понимаю, что тут некие конкурсы, фестивали и олимпиады. Всё это мы, так сказать, объединяем. Это важный такой момент, потому что ты можешь долго чего-то уметь делать, но тебе нужно всё-таки, особенно в этом молодом возрасте, азарт, амбиции. Ты проиграл, тоже не страшно. Ты получил какой-то определённый жизненный урок. А уж если выиграл, то тем более... Но мы все знаем, что первое место оно одно, а желающих очень много. Можно первое на троих разделить. Но я хочу сказать, когда сам преподаватель заинтересован, он занимается и сам этим движением, и готовит детей. Это очень важно. Вот у нас в прошлом году наш преподаватель по стилисту, стилист-визажист, у нас замечательная такая, Шикульна Екатерина Равильевна, она участвовала в конкурсе в Московской области. У нас есть такой конкурс, называется «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования. Вот она участвовала в номинации художественной и заняла третье место. Это очень приятно. Ну да, среди стилистов у них конкуренция серьёзная. Потом мы каждый год всегда ездим на такие международные конкурсы в Санкт-Петербург, где приезжают с разных городов, и наши дети, самые младшие, самые маленькие, занимают очень достойные места. Понятно. Поэтому это заслуга педагогов. Общий коллектив, вы заведуете целым центром, собираете информацию от родителей, всё слышите, смотрите, информация приходит от ребят, естественно, информация от педагогов. Вот как вы оцениваете, мы сравниваем вот то, УПК тех времён совсем других, и нынешнее. Насколько дети изменились? Почему? Потому что, ну, вечная тема отца и дети, вот мы были лучше, и деревья были большими, а они такие. Вот как вы считаете, другой у них подход к профессии? Мы всё-таки не совсем только УПК, мы же ещё соединились, да? Ну, если смотреть, то есть у учреждений стало больше возможностей. Но я хочу сказать, талантливых детей по-прежнему много. Много. Талантливых детей. И уж важно рассмотреть это. Да, и это задача, конечно, педагогов, но их по-прежнему много. И это радует, потому что очень много заинтересованных детей. А это всё-таки, наверное, воспитание ещё и в семье. Ну, наверное, есть и другой вариант, чего уж там греха таить, когда папа с мамой заставили, и вот ях, мама хочет, чтобы у неё был персональный парикмахер, и вот она тащит свою дочку. Но это не всегда работает. Да, но это же тоже есть. А как вот это распознать, когда записали, а преподаватель всё сердце отдаёт, а девочка ей слушать это не хочет? Как вы работаете с таким? Есть ещё в штате нашего учреждения педагог-психолог. Ага, так. И это очень грамотный специалист, очень умный, и к ней можно прийти на индивидуальную консультацию по поводу вот этой траектории движения ребёнка. Так. И могут родители прийти с ребёнком и там проговорить вот эти тайные вопросы. Что лучше, может быть, и не надо ходить. Да, как быть, что лучше ребёнку, что соответствует его характеру, его настроению, навыкам. И посоветовать родителям очень тактично и ребёнку, где себя попробовать лучше. Это работает. Это работает, да. Это хорошая история, потому что некоторые так мучаются. На самом деле, иногда бывает, конечно, что у нас, кстати, тут часто были ребята, которые говорят, ну тебя, наверное, притащили на тэквону. Да, я там не хотел. А потом вдруг человеку нравится, и он не только остаётся, он ещё и мастером, он ещё и чемпионом. А другому, может быть, действительно нужно перейти в соседний класс на другой предмет. Ну это, знаете, мне кажется, всё-таки вот я занималась в детстве музыкой, и не всегда это, понимаете, в такое удовольствие надо достаточно много потратить на это силу, когда все гуляют, да, а ты... А тебе надо сидеть... Да. И всё-таки надо где-то перетерпеть, вот это вот пережить. Это надо иметь силу воли, как и в спорте, как и во всём деле. Мы идём к финалу, и я знаю, что у вас к финалу приготовлен такой маленький сюрприз, у нас очередной рояль в кустах, и он тоже связан с вашим центром. Да. Конечно, ваша передача замечательно называется «Открытый диалог». Это не поле чудес, но я сегодня решила прийти не с пустыми руками. Может быть, это станет традицией. Я принесла вам в подарок вот такого зайца, символа этого года, который сделан нашими детьми из нашего объединения. Называется, ну, кружок называется «Люберетская мастерица». Люберетская мастерица. Так. Поэтому вот вам такой заяц для хорошего настроения, для удачи, для того, чтобы всё было хорошо. Слушайте, давайте мы покажем ещё этого зайца, потому что, ну, он... Можно я вот так сделаю? Вы посмотрите, какое чудо. Вот назовите мне, покажите мне китайскую игрушку, которая будет лучше, чем наш зайц. Вот у него, когда надо, уши такие, когда вот он отдыхает, у него уши такие. Вот это работа Центра социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа Люберца. Спасибо вам большое. Директор муниципального учреждения, дополнительного образования, почётный работник общего образования Российской Федерации Ирина Юрьевна Рулёва. Спасибо вам большое. Вот Ирина Юрьевна уходит, а мы с Зайцем остаемся. Это была программа. Спасибо, было всё хорошо. Открытый диалог. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова